Доброе утро! Давайте помолимся. Господи, благодарны Тебе за это утро. Благодарим Тебя, что посещаешь нас, Господи, своим Словом, Иисус, своим прикосновением. Господи, слава Тебе, Христос! Мы молимся о благословии. Это час поклонения, Господь. Благослови нас, Иисус Христос! Слава Тебе! Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Давайте откроем Евангелие от Луки, 24 главу, и прочитаем с вами 15-16 стихи. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Интересно, я подумал о такой мысли, что наш взгляд может быть удерживаем нашими мыслями, личными мыслями, или же наш взгляд может быть удерживаем Иисусом Христом. В данном случае мы с вами видим, что их взгляд был удерживаем своими собственными рассуждениями и собственными мыслями. Так что они не узнали Иисуса Христа. Мы можем сказать, что люди, которые не спасенные, не возрождены свыше, они также не узнают Иисуса Христа, поскольку их рассуждения и взгляды только удерживаемы своими собственными мыслями. Об этом говорит 1 Коринфянам 2 глава с 14 по 15 стихи, где говорится о трех личностях. Но Иисус Христос служит. Он раскрывает себя, раскрывает свое Евангелие. И когда человек спасается и возрождается свыше, у него появляется способность откликаться на обеспечение Божие, на Слово Божие, что он может быть удерживаемым взглядом и мыслями Иисуса Христа. Иисус Христа, что в определенном смысле он начинает не узнавать все то, что происходит. Что это означает, я подумал. Конечно же, он видит все то, что совершается вокруг, ведь у него есть физический взгляд. Но Бог совершает это избавление. И я подумал об этом избавлении в свете 26-го псалма. Давайте прочитаем с вами сначала 4 стих. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Когда наш взгляд и наши мысли удерживаемы на созерцании Его красот удивительных, Его драгоценных камней, что означает Его доктрин, тогда Он совершает это избавление. Как мы с вами сказали, в определенном смысле мы можем с вами не узнавать все то, что совершается в светском мире. И это означает, мы видим все то, что совершается, но мы переживаем этот покров Божий, то, что Он покрывает нас во всех вещах и во всех временах нашей жизни. Или, иначе говоря, я подумал, что это не иное, что совершается избавление. Когда мы пребываем в Его слове, в созерцании Его доктрин, когда наш взгляд направлен на Него и восприятие от Него, Он являет свой свет. Первый стих, Псалом 26. «Господь свет мой и спасение моё». Когда наш взгляд на Него в свете других святок разных, которые могут проецировать разные вещи, Он являет свой свет. И таким образом совершает своё избавление. Далее я подумал о следующем. «Являя свой свет, Он избавляет нас также от страха. Господь свет мой и спасение моё. Кого бояться мне?» Каким образом Он также избавляет нас от страха? Мы люди несовершенные и естественные, с одной стороны. И мы легко можем испугаться. Мы не говорим, что мы не боимся. Но, с другой стороны, когда мы исполнены Им, когда мы исполнены Духом, исполнены мыслями, И Он совершает это избавление от страха. И совершает эту удивительную крепость. И таким образом мы с вами видим, что, с одной стороны, наш взгляд может быть удерживаем нашими собственными мыслями, и мы не узнаём тогда Иисуса Христа, хотя спасены и не теряем спасения. Но стоит нам только откликнуться на то, что проецирует Господь Иисус словом своим, драгоценностями своими в виде доктрин, тогда мы можем не видеть всё то, что совершается в этом мире. Мы видим физически, но не видим… То есть, это может не совершать того эффекта. Или, как мы с вами сказали, Он избавляет нас от всякого страха, который это может воспроизвести. Аминь. Благослови вас Господь. Спасибо. Аминь. Спасибо, пастор Нурлон. Замечательно. Удержание взгляда в светском мире мыслями нашими и в духовном мире привлечения к духовным реалиям, ценностям. И это приводит к избавлению и насыщению наших способностей Господом. Слово удерживает человека. Он находится в другом мире. Спасибо. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе в это утро за Слово Твое. Благодарим Тебя, Господь, за откровения Твои, которые льются из этого изобильного источника. И, исполняясь Духом Святым, мы воспринимаем песни, как Твои откровения, молитвы Тебе, Господи. И знаем, что совершается то, что написано в послании к евреям в первой главе, в третьем стихе, что ты держишь все своими руками. Или Колоссянам, первая глава, 16-17 стихи. Ты, Господь, сотворил все, ты держишь, содержишь. Каждый атом, каждая частица, Господи, весь нас, нас, Господи, слава Тебя, Иисус. Благослови, сейчас это время, особенное время путешествия в Слове, в Твоем тексте, Господь, который ты сам и любишь. Потому что ты питаешься им, ты даешь его, ты опираешься на эти тексты. Ты знаешь это, Господь. Слава Тебе, Иисус. Благослови, во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. И все чадо Божье сказали Аминь. Слава Господу за этот день. Мы благодарны Господу за эту привилегию быть в Слове, укрываться Словом и пребывать с Тобою. Сегодня у нас с вами 174-е Слово посвящения. И мы находимся в Евангелии от Луки, в 24-й главе. И мы рассматриваем отрывок, как Иисус, воскресший, разговаривает со своими неизвестными для нас учениками, так же, как нам многие неизвестны наши братья и сёстры, которые являются неотъемлемыми частями тела Христова. Но мы можем и не знать их. Когда-то мы увидимся с ними. И то, что говорил пастор Норлан, Иисус, сам Иисус, это в 15-м стихе. Давайте снова 14-й, 15-й стихи. Эти двое шли по дороге в направлении Мауса. Им предстоял путь 10-12 километров. Это 60 стадий Иерусалима от Мауса. Если мы переведём, ну, 10-12 километров, ну, я так представил, сколько бы понадобилось нам, современным ходокам. Они разговаривают между собою, выйдя из собрания, которое было собранием первого дня недели. Он так назывался. Первый после субботы. А это было первое воскресенье. Он так называется на русском языке. День воскресенья. Первый день. Новая, новой эры. Нового мира. Нового восприятия. И как же, где ему быть? Там, где находятся его ученики. Он идёт. Для них, ну, ещё и, может быть, я не знаю, какой это час был, когда шли, но, наверное, всё-таки это раннее утро было. И они посмотрели, да, действительно, с ними кто-то идёт. Так они были погружены в свои мысли о том, что случилось в некоторой степени. Да какой, да какой в некоторой степени? Они были опечалены тем, что их надежды не состоялись. Им нужно было слово ободрение, а ещё им нужен был Иисус Христос. Сам Иисус, приблизившись, пошёл с ними. Но глаза их были удержаны. Слово удержаны на греческом языке кротео, то есть силой. Сила мысли, то, что говорилось во вступлении. Погружённость в мысли, в свои собственные. Он приблизился для того, чтобы дать новый путь и мышление, и жизни, и будущность. Их глаза были удержаны так, что они не узнали его. Интересно, если вы приближаетесь к кому-то, они видят вас и не узнают. Что вы испытываете? Ах, досада, да? А Иисуса Христа, какой план замечательный. Этот план на каждый день для нас, он рядом с нами. Он с нами. Он недалеко, он близко. Он в нашем духе. Да всё триединство Духом Святым. Они не узнали его. Он же сказал им, о чём это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны. Как миру не хватает воскресенья. При отсутствии этого воскресенья люди совершают массу бед. Из-за обыденности жизни человека только лишь видимым миром отсутствует наполненность жизни. Как недавно один из ведущих одной из программ сказал, да какой смысл жизни? Одно из тяжелейших испытаний, которые испытывали в своей жизни люди, находясь в неволе, это было испытание бессмысленного действия, они должны были перекладывать грудь ущебня из кучки в кучки от себя к другому по кругу целыми днями. Они, казалось бы, ну а что там, подумаешь, лопатой? Нет. Отсутствие смысла пожирает человек. А вот сам смысл пришёл. О чём это вы, идя, рассуждаете и печально? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ. Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нём, в Иерусалиме, в эти дни? И вопрос-то какой Иисус задаёт? О чём? О чём я не знаю. Для них было... Сейчас мы тебе расскажем. И они были изумлены. А для него этот вопрос... Он всемогущий Бог, Он человек, Он воскресший человек. И для него этот вопрос был сродни тому вопросу, который Он задал своим ученикам в 16 главе Евангелия от Матфея. Когда Он спросил, за кого принимают Меня, Сына Человеческого? За пророка. Такого-такого. За Иоанна Крестителя. А вы за кого Меня принимаете? И вот небеса открытые. Пётр шагает вперёд и говорит, Ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус, замечательная реакция, которую нам нужно запомнить. Потому что там заложен такой смысл, когда мы находимся в Слове Божьем. Ты блажен. Ты счастливец. Ты воспринимаешь, что Отец тебе говорит. Это Отец тебе открыл, кто я. Здесь мы с вами видим. Мы видим о том, что ангелы сказали женщинам, которые пришли рано утром и увидели, что вход, камень, который заграждал вход в гробницу, был отвален. До слова отвален такое, что вообще его забросили кто-то невероятной силой, забросил наверх, и они увидели там ангелов, двоих, двух ангелов, которые сказали им, великое, первое. Вы ищете живого среди мертвых. Он воскрес, как и сказал. Интересно. Христа не видят. Но видят этих двух сияющих, и от них идёт такая энергетика, что молнии... Ну, такие, да, не будем об этом. Итак, они увидели двух сияющих созданий. Это были ангелы. Они говорят, он живой, его среди мёртвых нет. Он воскрес, как и сказал. Какая направленность. Ангелы предлагают. Что вы вспомните слово, которое было сказано, и вы, конечно же, знаете его. Да, он будет принесён в жертву. Его распнут на кресте. Он умрёт и на третий день воскреснет. Это же говорил он. Он, Иисус, говорил эти слова, и многие другие. О чём говорят ангелы? Живи словами Иисуса. И ты обретаешь всё. Потому что независимо от ситуации, какая бы она ни была. Слово Иисуса Христа даёт жизнь. То, что Иисус спрашивает, о чём вы размышляете? И вот это нужно запомнить. О чём я думаю в этот момент в моей жизни? Где я нахожусь до воскресения? Мои мысли светские, обыкновенные, или же мысли Господа Иисуса Христа? Большая разница. Если посмотреть, то они, ученики, отвечая ему на этот вопрос, говорят реальные факты, которые видимы. Перед ними Иисус Христос, и для них Он невидим, но видим человек. И этому человеку они пытаются объяснить то, что он не увидел. И они сказали ему 19 стих, что было с Иисусом Назарянином. Это ученики Его, они знают, откуда он. Они знают его лично по имени, который был пророк. Он не только был, жизнь не только была в нём, но она есть и будет. И он вообще эту жизнь поддерживает в нас. Который был пророк. И этот пророк был сильный в деле и в слове. Он говорил и сделал. Когда Иисус в Евангелии от Луки в 4 главе 18 стихе оповещал, что Он Мессия. Он сказал, Дух Господень помазал меня. Что такое? Несима-шиах или Христос. На русский переводится. Помазанник. Дух Господень помазал меня. Это говорит и человек Иисус. И сам Господь Бог. И помазал для чего? На что? Это спасать этот мир. Исцелять хромых, слепых, глухих. Воскрешать мёртвых, исцелять прокажённых. И там написано – выпускать измученных на свободу. Мы начали сегодня с вами с того, что если жизнь бессмысленна, а человек ставит… И человек ставит цели. Это разумно, замечательно. Ему кажется, вот для этого он живёт. Но когда он достигает цели, где следующие, где следующие? Сколько трагедий происходит в это время? Они сказали, что это был пророк, который говорил. Это слово исполнялось. Это слово было насыщено тем, что происходили реализации этого слова. Как в нашей жизни. Почему мы с вами в церковь приходим, общаемся друг с другом? Не всегда общаемся об Иисусе. Это замечательное время. Когда мы говорим об Иисусе, происходит исцеление наше. Если мы не говорим об Иисусе, а у нас есть боль, ну, мы выбираем это. Но рядом другие верующие, которые ободряют в том, чтобы произошло переключение. А так можно знать в светском мире всё об Иисусе. Да, Библию. Я помню, как на занятии по научному атеизму пришёл к нам профессор. И он пришёл с Библией. И предложил гадать на Библии. То есть, загадываете какой-то вопрос, называете страницу, столбец, стихи сверху или снизу, слева или справа. Самое страшное было в том, что каждый из нас был поражён той мыслью, которая была прочитана. Сначала это был такой захваченный весельем, что всё это не соответствует нашей действительности. Ну, и не знали тогда про Библию. А оказалось, Библия находила нас. У меня сразу же после этого возникло желание пойти в читальный зал. У нас был большой читальный зал. Множество книг. И спросить, «А есть ли у нас здесь Библия?» Интересно, а? Я услышал слова, которые впоследствии слышал несколько раз от разных людей, что им было сказано то же самое. «Да, есть, Библия есть. А потом тихо. Вы что, хотите действительно испортить свою биографию?» Ну, биографию я не хотел портить. Но встреча с Библией состоялась. И не только с Библией, но потом и с тем носителем Библии, с тем человеком, который был рождён свыше, который открыл и обучал Библии. Пастор Мартия. Итак, он был пророк сильный в деле и слове перед Богом и перед народом. Мы с вами, как евангелисты, мы сильны в слове Божьем, Духом Божьим. И мы выступаем перед Богом. И перед людьми, перед народом. Перед всем народом. 20 стих. Они рассказали, как первосвященники предали Иисуса, передали и начальники наши для... и начальники наши. Всё это было предательство. Потому что, ну, первосвященники, им не нравился Мессия этот. Странно звучит, но в Евангелии от Матфея, 12 глава, Иисус говорит там приговор фарисеям, которые решили отказаться от Него, когда Он совершил ещё одно чудо. И это было из-за разряда чудес мессианских. И народ, тогда повернувшись к фарисеям, которые были тут же, и которых они почитали, этот народ, и сказали, ну, разве это не Мессия? И они попали в западню своих собственных суждений, взвешиваний. Мессия или нет? А потом ещё и представилась вероятно в жизни, а если это Мессия, то почему Он такой? Почему Он не царь? Почему Он не избавляет Израиль? Что происходит? И это вылилось в то, что, зная, что это Мессия, они сказали, нет, это не Мессия. Но Он производит эти чудеса силою князя Бесовского. И Иисус сказал, так он знает этих людей, он знает их мысли, он, Господь, Бог всеведущий, вездесущий, Несмотря на то, что Он находился внутри человека. Слово стало плотью. Евангелие от Иоанна 1, 14. И что Он сказал? «Если бы вы не были просвещены, не знали Писание, это я расширенно говорю, то, что Он им говорил, было достаточно для них, но они не согласились. Без Мессии прощения ни в этом, ни в последующем веке, то есть, который следует за жизнью физической, идет уже другое пребывание, вечность. Нет прощения ни в этом веке, ни в будущем. Как предали Его первосвященники, начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. Все это состоялось. Это состоялось. Да, Он сказал, что Он умрет там на кресте. Это Его было откровение для слышавших ушей. А что сказал Петр в 16 главе Евангелия от Матфея в 25 стихе. В 21 стихе сказал Иисус о цели Его похода в Иерусалим быть распятым. И Петр восстал против этого. Я думаю, что у него так это и оставалось долгое время. Он даже хотел спасти Иисуса. Евангелие от Иоанна 13 глава Он сказал «Даже если все покинут тебя, я свою жизнь принесу за тебя». Как Иисус говорит, Он не комментирует эмоционально. Ой, какой ты молодец, ну, здорово. Правда, не хватает немного. Что не хватало? Чтобы Он Сам Иисус завершил. А у Петра не получилось. Итак, Петр отказался от того, чтобы происходило такое событие. Подумай о себе. Что сказал ему Иисус? Отстань за Мною, Сатана. Он говорил той личности, которая в это время играла на эмоциях Петра. Дьявол. И что для чего это было? Те слова, которые сказал Петр. Иисус сказал, ты соблазн для меня. Это не то, что Он бы поддался. Ты соблазн. посмотрите, как здесь написано в 21 стихе 24 главы. А мы надеялись было. Что подразумевает эта фраза? Мы так надеялись. Мы так надеялись. мы ожидали того, что написано в Исаии в 59 главе 20 стихе, что ты искупитель Израиля, что ты пришел, чтобы избавить от всех греков. Правильно. Только избавление это какое? Исаии 53 глава об Агнце говорится, что должна состояться жертва. А во 2-3 стихах 53 главы говорится о том, что муж он пришел и этот мессия муж страданий. Он будет видеть, что происходит. Да, он всегда знал, что происходит с этим народом, как несмотря на то, что было дано слово. Они захотели выполнять это слово. Им дан был закон, описывающий какой замечательный Бог и предлагавший, чтобы люди достигли этого и соблюдали закон. Но это было невозможно. Он знал об этом. Поэтому говорится о том, что нарушая закон, человеку предлагалось принести жертву. и эта жертва должна была указывать на него. Он принес эту жертву. А мы надеялись, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но вот совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. великая забота Иисуса о победе в нас, чтобы мы перестроились из мира видимого, где произошлись, эти события произошли. Вот уже третий день идет. Ну, и что дальше? И он рядом с ними идет. Как он говорил, так и произошло. Ангелы сказали женщинам, как он вам сказал, в Галилее еще, так и происходит. Здесь а мы надеялись, но вот уже третий день ныне, как это произошло. Правда, 22 стих, но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано утром у гроба и не нашли тела его и придя сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. Они слышали эти слова. В наших умах, когда мы в ветхом человеке, это опасная вещь. Он уже засел, это как вирус. засел и царствует, это царь эго, я есть сам. Это то, что обещал дьявол в третьей главе бытия. Вы не умрете, если съедите плод от дерева познания добра и зла. Но знает Бог, что в тот день вы будете богами, сами будете богами. И появился этот царь эго, оторванный от Бога. До этого это было чудо. Господь общался с ним даже за пределами его разумения. Послушайте, нам нужно, чтобы нас обучали. нас могут обучать великие светские учителя, прекрасные родители наши. Но если они не говорят об Иисусе Христе, наша жизнь темпоральная, временная, как дыхание и все, нет человека. А ведь потом-то наступает вечность. Ведь наша душа, она нематериальна. Сколько здесь можно спорить, да пускай кто угодно спорит. Суть заключается в том, что с верой в Иисуса Христа воскресшего мы с вами уже гуляем по небесным просторам. мы с вами обретаем весомость тех слов, которые говорил и говорит нам лично Иисус Духом Святым. Не будучи ведомыми Духом Святым, а своими знаниями, они знали, что говорил Иисус вот до этих пор. Да, что-то говорил о третьем дне. Но вот уже третий день, а никакого движения нет. Правда, женщины говорили, что он жив. Ангелы сказали, но тело они не видели. Значит, мертвы. Какая красота. А он живой рядом с ними. Он живой. Ангелы говорят, нравится мне это слово, говорят, ангелы говорят, что он жив. Почему оно не написано в прошедшем времени? Ангелы говорили, они говорят до сих пор. Мы с вами говорим с людьми, рассказываем об Иисусе Христе. Дух Святой действует через нас. Человек не может назвать Господом Иисуса Христа, не будучи ведомым Духом Святым. То есть Дух Святой провозглашает через нас свои истины, и он не провозглашал, он продолжает говорить. И те слова, которые мы с вами говорим об Иисусе Христе, они такие весомые, что в определенный момент жизни человека они возвращаются. Что в твоей голове, что в твоем уме, кто царствует, слово Божье или слово человеческое. Возьмите любое произведение, любого автора, столько много сказано слов. Я иногда так думаю. Вот война и мир Толстого. Великое произведение. Великое. Только там нету вечной жизни. А если нету Христа, то это не то. Говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили. Они так и нашли. Его нету там. Но его не видели. Причем они его не видели там, это были женщины, которым Господь прикоснулся особенным образом. А здесь Иисус рядом и его не видят. Почему? Потому что он должен быть мертвым. Он должен быть мертвым. А он воскрес. 25-й стих. Мне до того нравится это. Тогда он сказал. И вот это слово тогда он сказал. И вот они все рассказали свое, то, что во что верили. И он сказал, о, несмысленые, неспособные воспринимать, неспособные думать чуть-чуть дальше. Медлительные сердца. Я хотел бы сказать, что сердце – это прежнее сердце, ветхое. Оно медлительное. А новое сердце – сердце по Иисусу Христу. То есть, это центр нашего ума, эмоций, воли изъявления, принятия решений, методы исполнения, оно новое. Чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Можно было бы сказать, что сказали эти женщины, чтобы предсказывали пророки. И он возвращает всех нас в Библию. Не так ли надлежало пострадать Христу? Это необходимо. жертва необходима была. Без жертвы Иисусом Христом нету спасения. И войти в славу свою, и 27 стих, и начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Он сказал в Евангелии от Иоанна в 5 главе 39 стихе «А вы исследуете Писание? Вы думаете через Писание, то есть это говорил он о Ветхом Завете, имейте жизнь вечную, а оно говорит, Писание говорят обо мне. И в данном случае настал тот момент, когда Иисус обучал своих учеников. И там была и книга бытия, и книга Иисуса Нажина, и книга Руф, книга Судей, книги Царств, книги Паралипоменон. Везде, когда мы читаем с вами, Библию, вместе с Иисусом Христом, Духом Святым, мы с вами видим Иисуса. И здесь, и здесь, и здесь о Нем говорится. И стал, и начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял, слово изъяснял очень важное. Дио Хемернео, Хемернео, обозначает герменертика, толкование, тот предмет, который мы с вами изучаем в библейском колледже. Дио этот тщательно, он брал слово, тщательно его, смотрите, и так думаешь, а зачем там написано 60 стадий от Иерусалима? Да, это была действительно вещь, что 10 или 12 километров, вот 12 километров они шли, и он им рассказывал, сколько вам понадобится времени, чтобы пройти неспешным шагом 12 километров, если мы один километр, да, так, 5 километров в час, да, мы едем, где-то, ну, это быстрая ходьба, три, то есть понадобилось ну, где-то, наверное, часа три на этот путь, и он им рассказывал, это была такая проповедь, которую мы с вами, изучая Слово Божье, впитываем, живем, радуемся и говорим, Бог поговорил со мной, аминь. Отец наш небесный, мы благодарны Тебе за Твоего Сына, за Господа нашего Иисуса Христа, мы и благодарим Тебя за завершенную работу Твоего Сына, Господи Иисус, мы так благодарны Тебе за эту жертву. Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя, примите его, никогда не пожалеете. Наоборот, у вас будет столько радости и сейчас, и особенно тогда, когда наступит вечность, и вы в ней. Слава Господа. Принимая Иисуса Христа, скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи меня Твоему Слову, приведи в живую церковь, учи, благословляй, даруй благодать, учи благодати, милости, любви Твоей. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Слава Господу. ihpa. Слава Господу. Господу. Слава